Итоги года. Добрый день, у микрофона Ольга Болезина, у нас в студии генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов. Здравствуйте. Добрый день. Обычно мы с вами в формате трёх минуток общаемся, говорим о новшествах, там что-то разъясняем в сложной жилищно-коммунальной, хозяйственной теме. Сегодня у нас с вами 20 минут, поговорим о многом, но о проблемном, потому что, видимо, другого-то особо и не бывает, да? Нет, почему? Есть радости. У нас вот сейчас в офисе магнитная доска есть такая, на которой я обычно пишу все обещалки жителям, когда они приходят именно ко мне. Я их выписываю, чтобы не забыть ни мне, ни моим сотрудникам, и сроки ставлю, когда выполнить. В принципе, конец года мы там почти все обещалки мои уже выполнили, поэтому мы сейчас магнитиками прикрепляем благодарности, которые жители нам посылают. Где-то по электронной почте, а даже есть открытки приходят. И вот это вот дорогого стоит как раз. А какие обещания вы выполнили, расскажете? О, это длительные, когда жители обращаются, там, с лета, например. Ну, есть такие. Где-то батарея потекла, но еще не сильно. Где-то нужно стояк поменять, когда, знаете, обычная история жителей меняется в старых домах, покупают квартиру и хотят сделать хороший ремонт. А чтобы сделать хороший ремонт и больше к этому не прикасаться, нужно поменять старые стойки, еще что-то сделать. И вот они обычно начинают нас мучить вот этими вопросами. А в целом, как вот прошел год, в конце которого мы с вами собираемся? Год хорошо прошел. Фонд у нас, конечно, старенький, средний возраст домов более 50 лет. Ну, стараемся, работаем. У нас немаленькая компания по меркам города Кирова. 150 многоквартирных домов и полмиллиона квадратных метров жилой площади, общей площади домов. Поэтому есть где развернуться, есть куда бежать, что делать и так далее. Все время что-нибудь дослучается. По кадровому составу у нас все стабильно. Все специалисты своего дела, все знают, что делать, как. Причем они специалисты именно в своем направлении. Если это теплотехник, энергетик, то он от и до знает всю поднагодную этого ремесла. Инженер, строитель и так далее. Ведь чем отличается большая компания от маленькой? Большой фонд, значит, есть на этот тариф, на этот фонд оплаты я могу нанять хороших специалистов. В плане платежеспособности 2022 год, как вы его оцениваете? Он такой же, как предыдущие? Провалились ли платежи? Несущественно. Мы думали, что будет хуже, но пока, слава богу. У нас хорошие жители, если честно. Фонд старый, соответственно, и жильцы в основном, они старой закалки. Дисциплинированные. Да, и поэтому они скорее в магазине чего-нибудь лишнего не купят, но коммуналку заплатят. Понимая, что если сегодня не заплатил, то оно может расти, как снежный ком. Но при этом вы понимаете, что тариф поднимает все-таки не самое подходящее время, да? Это, конечно, так. И мы сегодня стараемся каким образом? Мы стараемся предложить жителям дополнительные какие-то работы выполнить на доме, помимо этого тарифа. Раскладываем тариф, говорим, что вот мы на эти деньги выполнили то-то, то-то, то-то. Но у вас нужно или переложить трубы в подвале. Где-то на трубе уже десяток хомутов стоит, надо кусок трубы заменить на новую. Где-то бойлер уже весь течет, все ступени сгнили, поэтому надо менять. Мы обсчитываем, осмечиваем эту работу и выносим на общее собрание. Так называемый допсбор. На это жители идут охотно, когда они знают, на что идут деньги. Когда мы говорим, вы сегодня принимаете решение, завтра мы уже заказываем. Ну, то есть вы решение принимаете, например, эти 400 тысяч раскладываем на 6 месяцев или на 9 месяцев, чтобы не так било по карману. Если решение завтра у меня уже на столе лежит, решение собственников, соответственно, мы послезавтра уже начинаем работать по поиску этих материалов и выполнению работы. Один из плюсов крупной управляющей компании, это как раз то, что можно деньги с жителей не собирать вперед, чтобы потом что-то сделать, а можно уже сразу начать выполнять какие-то дорогостоящие работы. Да, вы мне принесите протокол, гарантируйте, что вы согласны и вы начинаете платить, тогда я уже спокойно выполняю работу. Что вот из таких серьезных работ вам удалось сделать в течение этого года? Ну, вот единственная бумажка, которую я с собой взял, это цифры по замене различных элементов инженерной системы домовой. Здесь у нас и замена труб, где-то порядка полукилометра мы сменили в этом году труб, это и касается и холодной, и горячей, и где-то отопления. А это много? Это достаточно, это несколько миллионов. Еще мы утепляли трубы центрального отопления в подвалах, этого требовала у нас тепловая инспекция. Мы поменяли шесть водоподогревателей, один элеватор, ставили мы циркуляционные насосы и регуляторы на ГВС. Есть старые системы, которые не предусматривают никакой экономии. Например, с ЦТП идет труба горячей воды, она приготовляется на ЦТП, заходит в дом и идет до крана, и все. То есть нормальная система циркулирует, вода пришла и ушла по кругу. И вот так она крутится, через бойлер нагревается, то есть вы в доме открываете кран, и у вас всегда горячая вода. А вот эта система, когда бойлер чуть ли не в полкилометре стоит, водонагреватель от крана, то понятно, кто первый встал, тот должен долго-долго пропускать эту воду, чтобы пошла горячая. Обычно еще, когда ты это понимаешь, стоя у крана с холодной водой, тебе так грустно, что ты один, самый первый во всем доме встал. Ты стоишь и смотришь, как крутится у тебя счетчик на горячей воде, а вода еще все холодная. Вот такие системы нужно менять. Стоит это довольно дорого в некоторых домах, поэтому где-то жители ждут капитального ремонта, но где-то сами принимают решение. Мы осмечиваем такие работы, и они начинают оплачивать. Мы выполняем работу. Вот в плане содержания и благоустройства придомовых территорий, кроме основных сезонных работ, занимались в том числе мы санитарной обрезкой аварийных деревьев. Мы спилили и вывезли 390 кубометров древесины. Это на что бы хватило столько? Это хватило бы построить деревянный дворец. Ну понятно, что там где-то кусты, где-то тополя кривые, косые. Это же в основном аварийное все. Но тем не менее, объем, когда мы подсчитали, а подсчитали мы только 9 месяцев, мне нравится объем этой работы. Смотрите, у вас есть еще такая работа интересная, мы это никогда в эфире не обсуждали, про замену почтовых ящиков, входных дверей, видимо, в подъезды. Что-то вы делаете в этом направлении. Чего-то мы упустили в течение года. А это уже, конечно, по заявкам жителей. Это и окна, и входные двери меняем, и почтовые ящики. В этом году мы отремонтировали порядка трех десятков подъездов и двух десятков входных групп. Что такое входная группа? Это крылечко, козырек, который часто разрушается и прям бежит по стене. Ну и это входная дверь. Вот, а что касается у нас, я его называю потребительский или жилищный экстремизм, конечно, очень огорчает, когда крадут почтовые ящики, приходится вновь устанавливать, бьют стекла, ломают двери. Вот у нас на Чернышевского, например, постоянно выход на балкон. Знаете, такие дома, в которых лестницы межэтажные, они с выходом на улицу. Такие двери, вот постоянно в одном месте кто-то бьет и все. Подрядчик поставил, знаете, такие рифленые стекла с металлической сеткой внутри. Она непрозрачная, но очень крепкая. Все равно разбили. Жилец какой-то один. Мы не можем доказать, конечно, что это именно он бьет. Но как только разобьет, так сразу звонок, вставляйте. Последний раз мы уже сказали, мы поставим вам фанерку. Нет, ставьте стекло. А куда деваться? Жалоба в ГЖИ и вместо фанерки придется ставить стекло в любом случае. Там люди хорошие работают в ГЖИ, но они же придерживаются нормативных требований, документации. Если должно быть стекло, то и они требуют тоже стекло. Тут уже не докажешь, что тут действительно какое-то вредительство идет. Какой-то стекольный завод обогащается на одном подъезде. Да. Хотелось бы еще упомянуть, конечно, канализацию. Есть у нас несколько домов, в которых постоянно слесари живут в этом подвале, чистят канализацию. Постоянно овощные очистки. Одежду достают оттуда. Вот последний пассатижи нашли. Пишет мастер, все креативнее и креативнее находки. Поэтому вы говорите, что вас ничем уже не удивить. Понятно. Ну и затем, конечно, вот после таких случаев жители требуют в кратчайшие сроки быстренько, чтобы все было устранено, чтобы все было красиво сделано и так далее. Некоторых не остановить, по полчаса могут разговаривать и за жизнь и так далее. Ну, по-человечески понять можно. Человек, может быть, один живет, что-то его не устраивает и так далее. Поговорить не с кем. Поэтому в какой-то степени мы как комната психологической разгрузки тоже работаем. Мы на переднем крае, мы с жильцами работаем напрямую. Ну, я думаю, не стоит нам говорить, что они пишут жалобы, а мы работаем уже с прокуратурой, ГЖИ, с управлениями администрации города Кирова. То есть они уже по порядку, друг за другом приходят со своими замечаниями. Приходится все это, конечно, устранять. Нам чаще всего кажется, что управляющая компания работает только когда мы видим уборщицу в подъезде. Вот, ладно, молодцы, есть за что им платить. На самом деле, конечно, объем работы гораздо больше. Ну, ведь и никому не возразишь. То есть человек приносит фотографии, вот сосулька висит, почему не убрана. А то, что потайка была только этой ночью, прошло еще не так много времени. Ну, в этом смысле, конечно, все люди и понимание какое-то есть, никто не зверствует в этом смысле. Но когда там проходит два-три дня, а сосулька до сих пор висит, понятно. Поэтому стараемся как можно быстрее все эти недочеты устранить. А в настоящее время, вот именно в сложившихся условиях в мире, в нашей стране и так далее, конечно, на первый план выходит у нас слово экономия. Жители не хотят поднимать тариф, соответственно, ну, их тоже понять можно. Не особо кому-то тут добавили зарплату и так далее. Управляющая компания, материалы же где-то поднялись, цены, инфляция все равно ее не остановить. Поэтому управляющей компании приходится сегодня экономить на зарплате, на фонде оплаты труда. Где-то, если раньше мы покупали такой материал, то сегодня два раза подумаем, а такой купить или... Ну, то есть балансируем цена-качество, балансируем, чтобы и неплохо было, ведь нам дальше обслуживать, если мы эту трубу поставим. Ну, и уже смотрим все же не самую дорогую. Понятно, что не только управляющие, и РСО экономят, все сегодня экономят. И на температуре, и на расходах лишнего на дом никто не даст. Про капремонт вы упомянули. И обычно первое, что приходит на ум, это не все торги состоялись, не все по плану пошло, когда говорится о капремонте. В этом году как у вас было? Капремонт у нас в Активкомфорте в этом году – это просто песня. Представьте, из полторы сотни домов в плане капремонта у нас в этом году стоит 50. Каждый третий дом. 49 домов у нас сегодня в плане капремонта. Такого счастья я даже предположить никогда не мог. Так, а план и факт на самом деле как? С планом и фактом, как всегда, по Черномырдину, да? Тем не менее, вот у нас уже 7 домов сдано в этом году. Мы все вместе с городом готовимся к юбилею нашего города через год. В мэрии у нас утвержден список многоквартирных домов, которые хотелось бы откапиталить именно к юбилею. Ну, не секрет, эти дома, которые стоят на красной линии, чтобы мы все гуляли, ехали по городу и любовались красивыми зданиями. Вот если, обратите внимание, Октябрьский 48, они целое лето шпаклевали, красили очень долго. Ну, вы довольны? В итоге, ну, такой дом красавец. Это старые сталинки, когда они вновь покрашены, белым выделены, элементы какие-то фасадные. Красота. Конечно, в таком городе и жить-то хочется. Вот, 7 домов у нас уже, 5 в этом году, я думаю, документы принесут. Это у нас получится 12 домов в этом году. Что комплексно отремонтировали? Что значит? Крышу сделали, фасад покрасили, поштукатурили, заменили окна в подъездах, балконы отремонтировали, цоколь сделали и подвал. Качеством работ вы довольны? Вот, кроме внешнего фасада, как ведут себя крыши? С внешней точки зрения хорошо. Крыши эта зима нам покажет. Да, кстати, могу похвастаться, вместе с фондом капремонта мы все же добились, что кровли изнутри, вот верхнее перекрытие, мы утепляем. То есть, эффект утепления перекрытий верхних, плюс нормальные форточки, слуховые окна, так называемые, все это вместе дает эффект того, что у нас не должно быть сосулек на крыше. Под кровельное пространство проветриваться, тепла ниоткуда не берется, то есть дом теплоизолирован, и в итоге все должно быть хорошо. Потому что в прошлом году мы больше 2 миллионов потратили только на чистку крыш. А еще миллион мы потратили на возмещение ущербов после этой чистки крыш. И эти цифры, конечно, очень большие и сильно огорчают нас. Это ущерб, который нанесли люди, которые выполняли работы? Да, конечно. Сбитые вывески какие-то? Сбитые вывески. В основном там, где старые кровли шиферные. Шифер же старый трещит, когда люди ходят. Где-то столько льда намерзает, что приходится бить, а люди не все ведь такие добросовестные. Он залез, ему сказали лед сбить. Не всегда удается проконтролировать всех. И вот потом, после того, как снег растаял, мы получаем протечки. Инженер-строитель ходит, составляет акт, описывает ущерб. Далее мы его считаем, договариваемся с жителем. Согласны на такую сумму, не согласны. Кто-то соглашается, кто-то говорит, нет, я пойду в суд, через суд взыщу больше. Ну вот это некий такой у нас жилищный терроризм появляется. Ну зима вообще такое время, конечно, когда забот очень много. У нас не так много времени остается для того, чтобы поговорить. А спросить-то вот есть о чем. И началась чистка крыш, вроде только-только вообще снег, да, выпал. А уже я вижу, по городу идут работы. Вы, наверное, тоже этим занимаетесь. Обязательно. В обязательном порядке. Мы сейчас все свободные плотники, кровельщики, все у нас сегодня на крышах. Все сосульки сбиваем. Ну представьте, в администрации, в территориальных управлениях сегодня два-три десятка контролеров, которые ходят, смотрят и пишут письма, шлют фотографии. Вы здесь не почистили, там не сделали. Здесь колейность больше на дворе, а еще не успели почистить. Поэтому бегаем, в три ноги бегаем. Мы пытаемся успеть все это сделать как можно быстрее. Ликвидировать после повышения температуры. У нас обычно всегда на старых кровлях. Одна надежда, что вот если мы 50 этих домов капитально отремонтируем, то и работа иммуникации убавится. По дворовым территориям у нас сегодня, вот последний снегопад был большой. 150 домов. Мы выводим три трактора. И в течение трех дней мы объезжаем все дома. То есть дворник прогребает дорожку для пешеходов, а трактор пролетает по дворовой территории и прочищает дорогу для автомобилей, для автомобилей и каких-то аварийных служб, скорой помощи, чтобы везде можно было проехать. А вот затем, когда мы все территории вот так вот проскочили, тогда уже по заявкам старших, по домам и так далее, вывешиваем объявления. Люди убирают свои машины, и мы уже зачищаем полностью стоянки. Там уже старший выходит, вот тут уберите, там уберите. Вот в таком виде мы это все проводим и работаем. А как решается тема с оплатой вывоза снега со дворовой территории? Ну, эта тема больная, потому что вывозка снега – это довольно дорогое удовольствие. Ну, сейчас еще начало зимы, поэтому об этом жители не задумываются, да и мы им не напоминаем. Есть у нас такой дом на Кольцово. Территория не такая удобная, негде складировать снег. И когда его уже становится очень много, тогда мы уже обращаемся к жителям дома и принимаем решение, вот столько-то машин, снега мы вывозим. Вот такая-то сумма. Поэтому все очень индивидуально. А еще, если касается дворовых территорий, вот в этом году мы занимались переносом детских площадок из охранной зоны теплосетей. Это тоже интересный вопрос. Теплосети к нам обращаются. Иногда, если мы долго не реагируем, они могут обратиться в суд и по суду побудить нас перенести площадку из охранной зоны теплотрассы. Остались еще такие площадки, да, у вас на территориях? Да. В основном мы перенесли. Они же постепенно выявляют, где-то натыкаются. Раньше на это не обращали внимания, а сейчас заостыли. Мы еще ремонтировали и строили вот на Манделеевом, построили контейнерную площадку. Подготовили в этом году документы для участия в ППМИ, шесть дворов у нас. А сейчас я договорился с ребятами, которые занимаются елками. С подельником мы устанавливаем елки. Во дворах? Да. Вот можете посмотреть потом. На Октябрьском проспекте у нас четыре дома. Образует такой двор красивый, Октябрьский и Милицейская. Сейчас там горку старший пытается заливать, поэтому елка, гирлянды, горка. Никогда там такого не было, но два дома пришли в этом году, мы хотели их порадовать, поэтому мы сделаем это. То есть, если мы хотим, чтобы у нас во дворе было красиво, надо предпринять усилия, сходить в управляющую компанию, поговорить. Конечно, конечно. Все в наших руках? Конечно. Ну, ведь должен быть какой-то отклик. Ну, чего мы сейчас пойдем и натыкаем этих елок, завтра их куда-нибудь утащат. Все равно должна быть обратная встреча. Да, когда жильцам это надо, они сами будут следить за тем, чтобы елка никуда не ушла. Ну, и раз мы к Новому году подходим, как вы будете работать в празднике, готовы ли к тому, что будут выходные и может произойти вообще все, что угодно? Мы готовы ко всему. Даже больше добавить мне к этому нечего. Мы уже настолько всего повидали. И мусорный коллапс, и снежный мы все уже пережили. Я за свою коммунальную жизнь все, что можно видел, мне кажется. И аварии, и мусор, и все. То есть, у вас есть график дежурств? Обязательно, конечно, график уже составлен. Прошло совещание в городе Департамента городского хозяйства с управляющими компаниями. Договорились переслать им все графики дежурств. Не только аварийных служб, которые сегодня должны быть у управляющих компаний, но и ответственных со стороны руководства. Кому можно позвонить, с кем переговорить. А кроме того, город попросил, будет неплохо список материальных ценностей, которые есть в каждой управляющей компании. Когда магазины работать не будут, можно друг у друга перехватиться. Где-то автомат, где-то труба, где-то фитинги какие-то. Это какая-то новая практика? Ну, типа небольшого банка данных материалов, запасных частей материалов, инструментов. Например, у нас не так давно тоже, я уже вспоминаю про Кольцова, вырвало прокладку, на системе центрального отопления затопило подвал, все было в пару, и, соответственно, выбило электрический щит, выгорел. Прокладку-то мы быстренько закрыли дом, остудили и поменяли, а вот щит-то пришлось сушить и так далее. Ну, в общем, побегали, света не было почти весь день. То есть на каникулы пришлось? Для этого нужны были и некие материалы, и мы бегали, я искал эти рубильники, ездил в коминтернер, искал у себя где-то в старых запасах. Ну, в итоге немножко по-другому, но сделали. Будем надеяться, что без эксцессов пройдут эти каникулы в преддверии Нового года. Что-то, может быть, пожелаем жильцам и вообще жителям города Кирова. Так скажу, что в канун праздников мы, работники управляющей компанией «Актив Комфорт», хотим выразить жителям своих домов слова глубокой благодарности за взаимопонимание, уважение к нашей работе и за совместную заботу о наших домах. Общими усилиями мы сделаем многое для того, чтобы жить стало в наших домах комфортно и уютно. С наступающим новым 23-м годом и Рождеством вас, дорогие друзья. Спасибо. На этом заканчиваем наш эфир сегодня. У нас в гостях был генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов. Спасибо вам. Мы тоже с наступающим. Итоги года